Моя первая кишка! О, боже, точно! Окей, для всех, кто еще интересен, я ссоку дик. Можешь вставить в блог? Куда это вставить? В блог? Это в блог и все? Так, как оттуда видеть? Доброе утро, блог! Чек, чек, мэк, чек. Я купила новый топ, и это были лучшие, кажется, 20 долларов, потраченные в моей жизни. Жадо аниме. Я посмотрела Понио. Посмотрите Понио. Это самое очаровательное аниме, которое я смотрела в своей жизни. Я хотела начать этот влог с того, что я покажу вам свой самый любимый... Какой мне выбрать? Напиток последнего месяца. Это аист кофе. Мне парень подарил на день рождения. Айс латте на овсяном молоке – это один из моих самых любимых напитков, но когда это классический айс латте со льдом, все годы, что я пила его, я всегда сталкивалась с проблемой, проблемой первого мира. Через какое-то время лед стал растапливаться, и он разводил кофе, что делало его невкусным, разумеется. А я такой человек, который может пить кофе 4 часа. Один стаканчик. И мне классно. И мне так нравится. Так вот, напиток, который я для себя открыла недавно, он изменил для меня игру. Итак, первый шаг – это бокалы. Это мартини. Бокалы. Итак, первый шаг – это сделать кофе. Я варю кофе и даю ему условные 30 минут, чтобы он остыл. Затем я беру форму для льда. Это более крупная форма, но моя любимая – это звездочки, луна и сердечки. И когда кофе принимает форму льда, я… Почему он тает? И когда кофе принимает форму льда, я несколько штучек… Почему он уже тает? Почему именно в тот день, когда я решила показать вам, что-то пошло не так? Почему он, а не я? Честная слава, такого никогда не происходило. Говорил мне каждый парень каждый раз. Это выглядит так. И… Дальше я беру свое любимое овсяное молоко. Я купила это исключительно из-за упаковки. Наливаю в свой розовый чайник. И… И… Ммм… И, собственно, я сажусь и наслаждаюсь кофе, подливаю молоко, когда оно кончается. И прелесть этого кофе, что когда лед тает, он только делает напиток более кофейным. И, соответственно, ни в какой момент не будет вот этой жидкой, водянистой субстанции вместо кофе. Чирс! 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 У меня сейчас звонок со командой по курсу любви к себе, self-love club. Мы делаем второй запуск. Он будет последним, потому что я поняла, что это не то количество энергии, которое я могу позволить себе вкладывать. Потому что у меня фокус на танцах сейчас, фокус на английском YouTube, который я запускаю, фокус на карьере здесь. Мне одобрили визу. Я еще не получила, но мне одобрили мою O1 визу. Соответственно, мне нужно будет начать работать здесь, потому что, получая рабочую визу, ты должен работать, ты не можешь не работать. Поэтому мы сейчас будем созваниваться, обсуждать наполнение, обсуждать редизайн, обсуждать, как будет выглядеть сайт. И частично я для этого сделала новые свои vision board. Это два огромных холста. И я просто использую индустриальный скотч розовый. Это то, что я хочу из материальных вещей. Эту фотографию Бэтмена я купила. Она должна прийти в течение нескольких недель. Это просто пресс моей мечты, живот моей мечты. Спасибо. И вот это живот моей мечты. Это я хочу, чтобы мне парень купил. Эту, чтобы парень продолжал покупать. Попа мечты. Растяжка мечты. Мантры мечты. Место, куда я хочу поехать, это Амангири. Это Гавайи. Хочу туда полететь в этом году. Не знаю, где это похоже на Италию. И давайте книги свои покажу, которые большие. Это Том Форд книга. Это первая часть. Это вторая часть. The Fight. Это еще один был подарок на день рождения. Это про Мухаммеда Али. Про его бой. Уэс Андерсон. Миязаки. The Art of Cosmos. Japanese Design. И это книга о студии 54. Все эти книги я читаю периодически, открываю. Том Форд. Первая и вторая часть. Это мои новые покупки. Если вы проходили мой первый курс, вы знаете, что я Тома Форда обожаю. Я обожаю его голос. Я его использовала как один из примеров потрясающего голоса и поставленной речи. И было очень приятно наконец-то купить его книгу и вновь убедиться в его гении. На последнем звонке, который у меня был с командой, меня атаковали и Дарси, и Мичико. Поэтому я очень рада, что они сейчас спят. Потому что я уже не могу... Я не могу защищаться. Я не могу создавать продукт и защищать свою жизнь одновременно. Мы обсуждали на звонке новое оформление. Мы обсуждали потенциальные преподаватели по танцевальной медитации. И мы обсуждали, в принципе, онлайн-курсы. Меня спросили, как я вообще отношусь к онлайн-курсам, какие онлайн-курсы и когда-либо. Но, по сути, самое мое первое онлайн-обучение было на YouTube. Я создала свой YouTube-канал и научилась монтажу через YouTube. Я сейчас лично три онлайн-курса прохожу. Первый – это про истяжки. Второй – это по танцам. И третий включает в себя абсолютно разные навыки из всех направлений. И я хотела вам рассказать сейчас о школе, которая, я уверена, будет актуальна многим из вас. И я уже эту вам школу рекомендовала. И конкретно курс UX-UI – онлайн-школы Contented. Кто такой UX-UI-дизайнер? Это человек, который создает удобный дизайн для мобильных приложений и сайтов. Это одна из самых востребованных профессий в IT, и при этом она не требует навыков программирования. Но даже сейчас, работая с таким человеком для своего курса, я вижу, что это человек, который в первую очередь изучает и знает поведение, цели и мотивации пользователей. Какие цвета, элементы и их расположение влияют на опыт пользователя. То есть UX-UI-дизайнер помогает клиенту сделать максимальное количество продаж, а пользователю – иметь максимально удобный и приятный опыт пользования. А что касается зарплаты, то на старте карьеры за один проект вы получаете от 40 000 рублей. Что вас ждет на курсе UX-UI от нуля до про от Contented? У вас будет портфолио с 12 проектами и более чем 200 часов практики. Вы научитесь разрабатывать мобильные и веб-интерфейсы, создавать дизайн концепции приложений и сайтов, работать с Figma – это основной инструмент UX-UI дизайнера, создавать анимацию в Principle и After Effects, создавать 3D-визуализацию в Blender – и это только часть того, чему вы научитесь. В процессе обучения студенты осваивают две специализации – это веб и мобильные интерфейсы. В среднем обучение занимает всего 6-10 часов в неделю. У вас есть возможность заморозки обучения, а лекции вы можете смотреть в записи в любое удобное для вас время. И у вас всегда будет поддержка на вашем пути обучения. Вы выбираете тариф в зависимости от того, какой уровень поддержки вам нужен. И преподаватели – это практикующие дизайнеры. И я хочу еще раз сделать акцент на то, что это обучение с нуля. С нуля. Вам ничего сейчас не нужно знать, прежде чем начать обучение вас всему научит. Не важен ваш возраст и не важен ваш бэкграунд. И в конце обучения вас ждет онлайн-практика в креативном агентстве Red Cats или в IT-компании Ozon под руководством их арт-директора. Вот пример Антона Купарева – человека, который не побоялся оставить свою успешную карьеру юриста. Он прошел курс и теперь работает продуктовым дизайнером в Сберздоровье. И если вы смотрите мой канал, то что-то мне подсказывает, что вы похожи на меня и похожи со мной в амбициозном плане. Поэтому я уверена, вы добьетесь еще больших высот. В конце обучения вы получите диплом установленного образца о профессиональной переподготовке и сертификат после защиты итоговой работы и прохождения более 80% обучения. И самое приятное – у меня есть для вас промокод «Новосад». Он не только даст вам скидку 45%, но и курс английского для дизайнеров в подарок. Ссылка в описании к видео, где вы можете оставить свою заявку на бесплатную консультацию. Я не высчитывала параметры, я не проверяла ширину, длину. В общем, удачи мне, потому что этот диван невозвратный. Тебе нравится диван? Мечико. 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 Лучшая покупка месяца. Самое смешное, что мой кофе все равно стоит на стекле. Тарси! Почему она спит? Что такое? Доходилась раздетая? Я не доходилась раздетая. Просто мы спали под одним, а коты насрали ровно в тот момент, когда я шла спать. И нам пришлось спать с тобой под одним келетом. Пришлось. Мука, блядь. Муки. Я замерзла и просто не больная. Ты ей вчера чихала. Я не чихала вчера. Чихала. Я не чихала вчера. Чихала. Арсений улетел сегодня. Он вчера снял мне новую обложку для моего подкаста. Я хотела очень давно переснять. Даже не то, чтобы переснять обложку для секс с Мари подкаста. И я ее никогда не снимала специально. То есть у меня была фотография на тот момент новая, которая по настроению подходила. И у меня на украшении было написано секс. Все как-то попадало. Хотя был у меня один звонок с Apple, где мне сказали, что было бы, конечно, неплохо, если бы у тебя не было полупрозрачного боди на твоей обложке. Но я любила эту обложку. Но сейчас шоу. Я сейчас чуть-чуть переформатирую. И просто хотелось как-то по-другому на него посмотреть. И новая обложка очень логичным была сопутствующим обновлением. Что я делаю? Я вам столько раз хотела это показать. Больше никогда не буду трогать свои волосы. В плане цвета. Все. Я поигралась. Было весело. Было классно. Как бы здорово не выглядели мои волосы, я все равно вижу, что они ломаются. Они не такие густые, как были раньше. И одна вещь, которую я делаю для того, чтобы они просто росли быстрее, здоровее, это масло для скальпа. Ключевым моментом является массаж головы. И также я люблю использовать такой массажер силиконовый. Я терпеть не могу вот этот массажер, который металлические штуки. Худшее для меня ощущение в мире. Ногти по пенопласту приятнее, чем ощущать металлическими этими штуками массаж головы. Но я знаю, что люди это обожают. Для меня это форма пытки. Но вот это очень подходит. Вообще, это массажер. В принципе, так и осталось с маслом. Вообще, это масло нужно носить перед... А, его нужно на 15 минут носить. Вообще, я с ним хожу уже часа два. Митико. Комбоно. Охайо. Ките. Ээто... Има кара. Непонго на рессула. Ките маска? Хай. О, я не знаю. Окавари. 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 Мы тестируем теорию подручка вверх. Тестируем. Тестируем. Уи. Ну что у вас грузик великоват с грибами. А, у Дарси. Ау. А, у Дарси . А, у Джикси. И она это сделала, выкакала с кровью. Я сижу тоже на унитазе, опуеваю. И она потом это не закопала нормально, а наступила в это и побежала дальше. И я такая... Я, мистер, тоже с горшка встаю, бегу за ней, потом смываю с нее эти кровавые, какажечные в раковину, мою все, дальше прибегаю, пытаюсь, что происходит, то закапывают за ней. Тут тоже наступают. Я думаю, господи. Я хотела вам кое-что показать. Я сегодня весь день с этой штукой хожу, потому что мне нужно было краску убирать со стекла, на самом деле со всей квартиры, потому что я, когда красила стол, краска была буквально по всей квартире, на туалете, в раковине, в этой раковине. Но я уже почти почистила. Я не знала, мне мысль даже в голову никогда не приходило, что там тоже есть грязь. Итак, внимание. Вот здесь грязь. Никогда в жизни мне не приходило в голову чистить здесь. И мне так нравится. Это нужно всем. 8 долларов на Амазоне. Я купила маленький пылесос. Это так прикольно. Я купила AirDuster. Я спросила у своего друга, как он чистит свою клавиатуру, и он сказал, компрессор воздуха. В общем, какое-то устройство, которое воздухом выдувает все. Я свою клавиатуру никогда в жизни не чистила. Я не знаю, нужно ли мне читать инструкцию. Ничего не происходит. Я думала, что сейчас просто грязь... Я не знаю, почему я так думала, как будто бы я все время едной клавиатурой. Почему-то я думала, что сейчас... Какие-то... О, ресничка. Ресничку смог убрать. И другие развлечения 27-летних девушек. Подожди, еще не достигла 32. Что в 32, Саша? Хотите сдавать анализы. Идите по врачам, тестировать новые лекарства, витамины. Саша, а ты видел этот комментарий? Тебя снова в некорректности обвиняют. Я... Меня? Ну давайте, что еще мне приписали. Блин, так неприятно, когда вы говорите такими лейблами и языком вражды, как бомжи. Хотя бы использовать корректный и инклюзивный язык. Бездомные люди. Люди с опытом бездомности. Было бы более бережнее. Я не знаю, это шутка или нет. Давайте мы вернемся к истокам слова бомж. Без определенного места жительства. В чем проблема? Это как ЗОЖ. Аббревиатура. Мой друг сказал, не забывай снимать стульчак и чистить пот. Эу. Пот, вот... Я даже не знаю, как это назвать. За все 27 лет своей жизни никогда я даже не думала о том, что это снимается и что там... Даже не то, что нужно, что там можно мыть. Я знаю, что я такая не одна. Я отказываюсь верить, что я такая. А еще я не верю, что я одна пою. Happy Working Song is зачарованный. Когда убираюсь. Не поверю. Самый чистый унитаз Голливуда. Сказала она с гордостью. 0 шансов мне встать и мне работать. Я хотела сделать распаковку. Кстати, если вы знаете, как можно вывести краску акриловую из ткани, скажите, пожалуйста. Давайте начнем с... Я раньше терпеть не могла фиолетовый. Вы не могли меня заставить носить фиолетовый. Вы не могли поднести ко мне фиолетовый. Но в последнее время мне он кажется таким богатым и королевским. Мне он нравится. Я хочу, чтобы он вот так остался. Когда здесь нет спереди вот этого, этот ток не очень имеет смысл, мне кажется. Что вы думаете? Такого рода штаны это то, что... Собственно, я для этого и взяла. Это то, что я очень люблю на хип-хопе одевать. Надевать. Надевать. У-у-у! Адидас. Уже в который раз делают потрясающие штаны. Это... Адидас Адидас. И топ... По-моему, это бренда Asos. У-у-у! Какой тянущийся! М-м-м! Митч, а тебе нравится? И голубой Костянов. У-у-у! Я похожа на карту, которая красила королеве розы в красный цвет. О, Митчуко, ты можешь сюда поместиться. Это Митчуко-носка. Все придумали. Ой, правда работает. Мне очень нравится, только малость размера не угадала. Митчуко, тебе, я так смотрю, нравится. Митчуко вообще нравится, когда ее носят. Посхищаются, ей носят. Я принесла своих котов знакомить с котами Саши. В итоге, мои коты едят еду котов Саши. Эти коты вахуе привезли каких-то пиздюков непонятных. Те походили по тарелкам, попили воды. Дарси почти доел еду Джона. Офигеть, Дарси. Саша, ты хотела их знакомить. Мне нравится, насколько пассивная у Митчуко. А еще я хочу постричь волосы. Я уже слышу, как моя мама, смотря это видео, звонит мне и говорит, не смей. Я не буду этого делать. И я буду. Не буду. Это самая странная кошка, которую я когда-нибудь встречала. Она настолько мягче, чем Дарси. Еще бы за такую цену. Мне приснилось, что кто-то хотел убить Митчуко, и я убила их. Хоть бы спасибо сказала. Я обещала вам показать мою корзину на неделю. 99 долларов 1 цент. Что в моей корзине? Рамен. Филадельфия. Сыр. Пепперджек. Тортия. Яблоки. Лосось. Это замороженная черешня. Внимание, цена за яйца. Здесь какая-то катастрофа сейчас с яйцами в Америке. Во-первых, их нигде не найти. Во-вторых, они супердорогие. Куриная грудка. Я покупаю большую упаковку. И клубника. И стандартный мой завтрак. Беглы. И томатный суп Кэмбеллс. Бум. 99 долларов. Это даже больше, чем на неделю. Что-то здесь ровно на неделю. Что-то здесь на полторы недели. Что-то здесь на две недели. Поэтому вот моя корзина на 100 долларов. И если вы откроете мой холодильник, там не то, что даже пусто всегда. Там просто ровно то, что нужно на ближайшие полторы-две недели. У меня никогда нет продуктов, которые хранятся подолгу. У меня никогда нет продуктов, которые портятся. У меня не портится никогда еда, потому что она не успевает. Я всегда ем. Поэтому я очень довольна своей системой по еде. Ты там спишь? Смотри, какой ты красивый. Я собираюсь на хип-хоп. Я сегодня себя толкаю очень сильно, идя на этот урок, потому что он Intermediate Advanced. Я никогда не хожу на хип-хоп Intermediate Advanced. Но его преподает Сэмми, которой я хожу персонально. И это будет супер странно, с моей стороны, если я буду ходить к ней на персональные, но не буду ходить на групповые. Тем более, что она знает о моих планах. Она помогла мне составить мой план танцевальной карьеры. Поэтому супер странно будет, если я такая... Нет, Сэмми, это слишком тяжелые уроки. Они, правда, тяжелые, но они не станут легче от того, что я не буду на них ходить. Хотелось посмотреть какой-то мотивирующий фильм. Почему-то из всех мотивирующих фильмов я выбрала малышку на миллион. Мне главное вовремя выключить его, чтобы я не ушла в депрессию. Но один из моих самых любимых фильмов. Сегодня написала мама, сказала ей, что понравилось моё последнее видео. Смотрите, что я своим детям поставила. Подсветку под бильярд. Я не шучу. Я сейчас решила воспользоваться своей усталостью и отсутствием бдительности и купила билет на концерт Тейлор Свифт. Это будет лучший день мобильния. Вообще, я безумно хотела еще на Адель в этом году. Очень хотела на Адель, но протупила с билетами. Были одни билеты за 800 долларов. На Адель это неслыханная цена. На Адель, если я сейчас посмотрю билеты, 2000 это самый минимум. 2000 долларов на билет на концерт. Который, внимание, каждые выходные у Адель. У Адель резиденция. Да что ж такое? Так вот, а также я купила билет на Бейонсе. Тоже там типа 1200 долларов. Просто безумие. Мне пришло сообщение на почту sexwithmarisabaka.ru. Это почта для подкаста. Откуда ты ее делаешь? О, Клариус. Переверну такой стильный. Я получила письмо. Сразу хочу сказать, это идеальная пунктуация. Это так редко в нашем мире, потому что он даже по неволе обособил. Точно делал. Точно. Подожди. Письмо. Кратко и четко. Здравствуйте, Мария. Супруга вас слушает. И по неволе я. И я вас убедительно прошу произносить либидо, а не либидо. Заранее спасибо. Кайни Гардз, Иван и номер телефона. Потому что нужно говорить только левиос, а не либидо. Левиоса. Левида, а не либидо. Но с праведливости ради я всю жизнь говорила о либидо. А потом я взяла интервью у секс-терапевта, сексолога, и она говорила либидо. И я в подкасте так спрашиваю, а либидо или либидо? Она говорит, или либидо. А я доверилась. Доверяй на проверяй. Поэтому мы сейчас будем звонить Ивану. Со словами благодарности. Да, у меня есть вступительная речь. Если мы уже один раз позвонили, он не взял. Наша задача, во-первых, не поблагодарить его. Это правда не шутка. Он сделал мой день этим сообщением. А вот сидит, смотри. Прыгай. На гараж. На гараж. На гараж. И тут на ногу. Собрался? Собрался? Разобрался. Меня снимай. Саша. Причем снимать себя, если можно снимать? Саша. Саша мне показала, что есть насадка на рот. Язык, чтобы вылизывать котов. И я такая, что за фигня? А потом приблизили показать, как оно выглядит. Это очень похоже на мою щетку для головы. Это мой массажер для головы. Похоже. Слушай, давай протестируем на... Если ты возьмешь это в рот, ты можешь вылизывать. Ой, мурчит. Мурчатер пошел. Мурчатер. Да не играйте с этим. Нитику, лежи, наслаждайся. Я переустановила дейтинг-приложение. Я хочу ходить на свидание. Я поняла, что у меня не будет мужчины, пока я не начну выходить из дома. Ну, вообще все так себе. Но я поняла, что нужно сразу straight to the point. Сразу говорить, что ты ищешь. Если мужчина, то сразу говорит, когда я тебя увижу. И чем ты меня будешь кормить. И чем ты меня будешь кормить. Это важно. Пока у меня ни одного свидания не запланировано. Но. 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 Смотрите продолжение всяческих влогов через год. Один должен ко мне вернуться, который мне понравился. Потому что. Мне кажется, он мне понравился, потому что у него абсолютно безразличие на лице. Потому что у него Юрус в профиле. Я надеюсь, его. Абрик не винтованный. Но. Но, кстати, не исключено, конечно. Не, он явно. Слушай, у него Панама Селин. Фотошоп. По-моему, футболист. Вот. С ним я бы хотела. У него еще сумочка Диор. Заберу. Это будет как наша сумка теперь. Мне нравится, что я уже делюсь с ним его квартиром. Ну, еще запланированное. В общем, с ним он должен ко мне вернуться. А куда он ушел? Он должен сказать мне, встретимся ли мы в воскресенье. В это? Да. Если не встретимся, то какой-нибудь другой день. Неделя. Их семь. Один вот Potential Sugar Diary Material. Два Potential Sugar Diary Material. Они должны тоже вернуться. Дома пристаря.